Добрый день, дорогие друзья! На часах 13.10, а это значит, что пришло время универсального формата. Меня зовут Юлия Север, и я с радостью объявляю, что мы в прямом эфире. 202-11-22. Этот номер телефона специально для вас, чтобы вы дозвонились к нам в студию, задавали свои вопросы, передавали привет и поздравления. Ну, быть может, какой-то есть интересный повод сегодня, чтобы пообщаться с нами в эфире. Ну и, конечно же, разыграем интересные призы, а именно билет в кино, в киномечту. Так что ждите моего вопроса. Что ж, давайте перечислять вам буду очень интересные названия мероприятий. Любимые напитки литературных героев. Их военное детство. Мастер-класс. Мы в ответе за тех, кого приручили. И, согласитесь, это даже звучит уже интересно. А сходить на это, посмотреть, увидеть своими глазами, это, наверное, еще будет вдвойне круче. Все это проводит литературный музей. Да, лето — это не повод для того, чтобы сидеть только дома, чтобы отдыхать на даче. Это, конечно же, повод сходить в культурное место, посмотреть, увидеть, попробовать на себе какие-то интересные мероприятия, мастер-классы и, конечно же, квест-игры, которые сейчас очень популярны. К нам в гости заглянул в литературный музей. Три очаровательных девушки в белом. Я просто-напросто восхищаюсь их красотой. Но я так понимаю, что у них еще очень-очень много интересного. Они заготовили нам какую-то информацию. Представлю всех поименно. Анна Шиншинова, младший научный сотрудник в отделе по работе с публикой. Здравствуйте, Анна. Екатерина Козлова, старший научный сотрудник информационного отдела. Здравствуйте. Здравствуйте. И Олеся Атрощенко, правильно? Да. Зам. Директора по науке. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я прочитала, заглянула на ваш сайт, заглянула в группу ВКонтакте. Очень много запланировано даже на июнь, вот на этот месяц, который, мне кажется, уже совсем скоро заканчивается. А нет, как вы все успеете реализовать, я даже не знаю. Все так плотно, да, у вас? Очень много интересного? Ну, так как у нас открылся летний сезон, у нас не просто музей, у нас музей-усадьба, соответственно, у нас появились возможности для того, чтобы проводить мероприятия под открытым небом в нашем прекрасном саду, где сейчас цветет жасмин, и беседки, и прекрасные, уютные, там, газончики. И, соответственно, мы не можем не воспользоваться такой возможностью, и мы приглашаем, да, посетителей, жителей нашего города, и, соответственно, организуем для них разные интересные активности и мероприятия на все летом. То есть лето для вас это не закрытие сезона, да, как можно подумать, что театры так или иначе уходят на отдых, когда возобновляют свои силы, и думают, что, ну, что-то как-то летом скучновато быть может в городе. Нет, это точно неправда. Конечно, нет, потому что лето как раз для нас это новый жаркий сезон. Ну, у меня вообще складывается впечатление, сколько я лет работаю в музее, что у нас не бывает затишья, потому что летом у нас горячая пора, когда можно, да, сделать мероприятия на природе, осенью, зимой это, соответственно, какие-то елки, лекции, прочее, весна, да, весна, ночь в музее. То есть у нас никогда не бывает такого времени для того, чтобы расслабиться. Хорошо, ну давайте с вами по программе, которая нас ждет, поговорим чуть-чуть попозже, но прежде хочется подвести итоги, потому что за плечами уже, да, в таком, скажем, учебном году очень многое сделано, и недавно фестивали всякие разные завершились и так далее. Вот расскажите нам, пожалуйста, о том, как прошел, ну вот этот, скажем, сезон, да, осень, точнее не осень-зима, да, весенний сезон, как прошел, что интересного было? Весной была тоже очень горячая пора, потому что в мае у нас ночь музеев, и мы готовили сразу ее на двух площадках, на нашей усадьбе и в новом корпусе, на Куйбышево-113. Это был прям такой вызов, коллектив много работал, а как только закончилась ночь в музее, началась подготовка к Волга-фесту, вот это грандиозное, прекрасное мероприятие, фестиваль нашей набережной, и мы тоже, как литературные музеи, включились в эту гонку и организовали книжный маркет Волга-бук-фест. Да, давайте у нас есть фотографии, как раз о нем заговорили, об этом мероприятии, посмотрим, что же такое бук-фест, что в себе таил этот день. Так, видим, объясняйте. Это было, нам дали целую площадку, небольшой скверик на набережной, и, соответственно, мы представили, размышляли на тему того, какова сегодня культура чтения, да. Мы позвали несколько интересных издательств из Москвы, которые приехали от Маргином и Гаятри, они приехали со своей книжной продукцией, подключили также смену, казанский книжный магазин, подключили наши замечательных ребят, которые тоже работают с книгой, с книжной продукцией. Это были магазины комиксов, детская литература, там книжный магазин «Метиды». И они не только продавали книги, но и мы организовали целую культурную программу. Была детская выставка по детской советской литературе, которую мы делали вместе с Государственным литературным музеем. Было представление Тольяттинского проекта, ребята работают тоже с текстом и со способами его репрезентации, вот в частности в форме плаката, видели, сейчас была фотография. Да, это детская выставка наша. И культурная программа, небезызвестный роман Нацаканов, Павел Куприянов и Женя Казаченко со своим большим четвергом выбрались к нам, и мы устроили большой четверг в воскресенье на набережной. Ух ты, как так вот. Нелогично, но очень интересно. Да, Рома прекрасно читал стихи, и Паша аккомпанировал на фортепиан, и все было очень, очень мило. Так, дорогие телезрители, кстати, 202-11-22, если вы были на этом мероприятии, у вас есть какие-то эмоции, которые хочется сказать, высказать организаторам, что понравилось, что может быть не понравилось, ну, чтобы учесть, да, на будущий год, на будущие какие-то мероприятия, звоните, не стесняйтесь, 202-11-22, еще раз повторяю, телефон нашего прямого эфира, все вопросы, предложения, пожалуйста, просим милости. Так, хорошо, Букфест действительно такое событие, которое прошло, затронуло, ну, Волгафест вообще, наверное, да, Самару так поразила, покорила в хорошем смысле этого слова, и вы молодцы, что стали одними из тех, кто причастен к этому мероприятию. Что-то еще есть, вот, что прошло в этом уходящем году, я имею в виду такого, именно, учебного, да, года, уходящего учебного года, потому что лето все равно это такая, пора подводить итоги тоже, с одной стороны, есть что-то такое интересное? Вот у нас был, например, детский фримаркет, может быть, кто-то из девушек расскажет? Да, конечно, у нас проводился первый такой фримаркет детский, потому что есть взрослый, а это было что-то новое, и к нам пришло очень много людей, и все остались просто в восторге, так как программа была у нас шерстной, и это всех поразило, и что-то кто-то вынес из разных площадок, которые работали, там были те площадки, которые способствовали творчеству детей, также был детский психолог, который разговаривал с молодыми мамами и давал дельные советы по воспитанию детей, и у нас также по воскресеньям, субботам проводится каждую неделю образовательная программа, которую делают научные сотрудники музея, проводят с публикой. Они у нас продолжаются круглогодично, так что каждый может выбрать себе что-то интересное и может посетить наши программы, мы всегда рады. Ну, мы о программе поговорим подробнее, я думаю, каждую презентуем, о каждой расскажем, а пока фотографии фримаркета тоже сейчас наши режиссеры помогут нам вывести на экран, чтобы наши телезрители увидели, как это все проходило. Ну, вот такая радостная детвора, что-то там выбирает, покупает, я так понимаю, да? Это были аниматоры, которые занимались детьми, проводили развлекательные программы. Вот, собственно, сам фримаркет, очень много людей приняло участие, которые пришли, нашли что-то для себя. Были мастер-классы по украшению всяких печеней, мы мультики делали из пластилинов. А это вот показ мод, студия «Божья коровка», которая выступила со своими детьми. Такие модные. Да, они посмотрели картины, приходили в разные музеи, смотрели картины и уже на основе этих картин создавали свои костюмы. То есть сами дети лепили свои костюмы, клеили, рисовали. Детским взглядом такой, детский взгляд на современное искусство, или не только современное? Не только современное, да. Это было очень интересно. Да, там были костюмы в стиле авангарда, то есть дети знают Кандинского, знают Малевича. Ну вот тут поверните голову направо, поверните голову налево немножечко, да, гимнастики, разминки для наших телезрителей тоже не повредит в середине рабочего дня. Хорошо, весело, интересно, задорно, благо то, что погода, я так понимаю, вам еще улыбнулась, было тепло, потому что улыбаются дети, улыбаются и аниматорам легче работать, когда погодные условия как-то соответствуют. Но я так понимаю, то, что если, наверное, есть настроение, если есть какая-то заданная эмоция, то здесь уже даже и погода никак не помешает, это уж точно. Так, досматриваем фотографии, буквально немножко, так понимаю, у нас их осталось по поводу детского фримаркета. Какие-то и раскраски, и интересные вещи. Ой, ну красота, очень весело и задорно. Так, хорошо, сейчас что планируется для детей? Какие самые знаковые такие вот мероприятия в ближайшее, быть может? В ближайшее время, вот, например, 18 июня проводится мое занятие «Литературные напитки, любимые напитки сказочных героев». Слушайте, ну это вообще, я когда прочитала, я думаю, как это возможно, что же там будет такого? Да, мы с детьми разберем сюжеты сказок, я выбрала английские и русские сказки, и после того, как мы поговорим о сюжетах сказки, мы приготовим свои собственные напитки, которые понравятся детям. Мы будем готовить их вместе с родителями, то есть такое совместное творчество на усадьбе. Также у нас будет приуроченное событие к началу Великой Отечественной войне, их военное детство, мы поговорим о таком моменте истории России. Также будет событие 25 июня, мы в ответе за тех, кого приручили, и это событие посвящено великому французскому писателю Сент-Экзопери. Мы поговорим о маленьком принце и раскроем какие-то интересные сюжеты тоже, раскроем какой-то смысл этой сказки вместе с детьми. Я вижу, что здесь занятие плюс мастер-класс, то есть это будет очень практический. В том, что будем делать разных героев из этой сказки, и это как бы будет направлено на то, что мы и духовно как-то разовьемся, и как-то еще и ручки свои потренируем. Ну, должна отметить то, что как раз квест-игра «Их военное детство» это, понимаешь, здесь предварительная запись, потому что смотрю свою шпаргалочку, здесь необходимо предварительно записаться. В каком-то телефону или как? Да, конечно, по нашему музейному телефону нужно позвонить, он у нас есть на сайте. Ну, я думаю, сайт, группа ВКонтакте вам в помощь, дорогие телезрители, дорогие мамочки, папочки. Если хотите, чтобы ваш ребенок принял в квест-игре, еще есть возможность записаться? Конечно. Есть возможность. Записывайте квест-игра «Их военное детство». Состоится 19 июня в музее, в литературном музее, поэтому приходите, будет, думаю, очень-очень интересно для ваших детей узнать, что же такого было интересно в военном детстве. Но я думаю, что все равно так или иначе оно отличалось от нашего очень сильно, и детям нужно это знать, нужно это понимать. Хорошо. 25 июня как раз мастер-класс по маленькому принцу. Что же еще может быть? Конечно. Мы еще будем устраивать детские фестивали. 30 июня у нас уже есть задумка того, что мы будем делать акцент на приключениях. То есть наш музей связан с историей Буратино все-таки. Но кроме Буратино, конечно, существуют и разные приключения. Мы хотели бы взять разных сказочных персонажей и детских рассказов также, и с помощью их просто окунуться вместе с родителями в приключениях и узнать много нового и интересного. Мне даже не ребенку, но уже это интересно. Вообще люблю сказки, люблю все, что связано с ними. И как раз мой вопрос, который задам сейчас вам, дорогие наши телезрители, ну так или иначе связан с сказкой. Назовите, пожалуйста, отчество Федоры из сказки Чайковского «Федорина горя». Элементарный вопрос. 202.11.22. Любим своих телезрителей, поэтому практически вот так отдаем. Свободно билеты в кино, в киномечту, на любой сеанс два человека отправятся. Быть может, как раз дозвонится ребенок и сейчас выиграет билеты для своих родителей. Или наоборот, взрослый человек пойдет с любимой девушкой, ну или, может быть, со своим же опять ребенком в кино. Поэтому назовите, пожалуйста, отчество Федоры из сказки Чайковского «Федорина горя». 202.11.22. Вы знаете ответ на наш вопрос? Ну, не будем, да, не будем пока говорить. Пусть наши телезрители подумают, помучаются, быть может, поищут, вспомнят, в конце концов, эту сказку. Может, нам что-нибудь прочитают, даже наизусть отрывочек какой-то. Ну, а пока я предлагаю нам прерваться, потому что дальше поговорим мы и о взрослых мероприятиях. Я так понимаю, что и кинопоказы какие-то состоятся в музее. Все это чуть попозже. Смотрим небольшой сюжет. Отдыхать мне будет, заниматься, купаться. Ну, тоже, когда летом. И потом я тоже, ну, за то, что был спортом. Спорт, я считаю, он тоже очень сильно, ну, как бы, тонус повышает. Вот. Усталость, она же, в принципе, это, как правило, это городская болезнь. Ну, не болезнь, а проблема. Вот. И, мне кажется, вот, спорт и еще, может быть, физический труд, ну, тоже такой активный. На диване, наверное, лежать. Думаете, от лежания на диване не устает? Я устаю. Ну, не знаю, двигаться, ходить, гулять. Тогда будете меньше уставать. Наверное, надо больше работать. Говорят, работа – это смена деятельности, то есть это отдых. От спорта, наоборот, энергия появляется больше. А вы регулярно спортом занимаетесь? Ну, да, достаточно. Люблю спорт, велосипеды, ролики. Так спорт за лунах дохожу. Не знаю, отдыхать надо больше, наверное, чтобы меньше уставать. Спортом, например, можно заниматься. Здоровый образ жизни вести. Вот и все составляющие. То есть, думаете, от спорта меньше устаешь? Конечно, больше сил появляется. Свободного времени даже. Как ни странно. Делать зарядку, активный образ жизни. А от активного образа жизни не устаешь? Нет, не устаешь. Наоборот, больше энергии прибавляется. Нужно меньше работать, отдыхать больше. Нужно проводить время на природе, на свежем воздухе. Я думаю, вообще, большинство людей страдают хронической усталостью, поэтому, в общем, главное – заметить это вовремя и больше времени отдыхать. Не курить, не пить. Ну и так далее. Что ж, мы снова в эфире. До ухода на сюжет задавала вопрос. Назовите отчество Федоры из сказки Чайковского «Федорина Горина». 202-11-22. И мне уже режиссер наш подсказывает, что есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Егор. Егор. Хорошо. Егор, ну что же, давайте, я так понимаю, что не детский голос звучит, не взрослым будете выигрывать. Наверное, с кем-то пойдете с другим в кино. Но давайте. Какое же отчество у Федоры было из сказки Чайковского? Егоровна. Егоровна. Ну вам ли не знать вообще действительно ответ на этот вопрос. Я Федорушку прощаю, сладким чаем угощаю. Кушай, кушай, Федора Егоровна. Вот так заканчивает эта сказка замечательного писателя. Что же, я вас поздравляю, два билета в кино достаются именно вам. Ищите хорошего, доброго, веселого человека, с кем пойдете, с кем разделите это событие. Ну и отправляйтесь в киномечту на любой сеанс, который только захотите. Спасибо большое вам за звонок. Ну, вы, дорогие телезрители, не расстраивайтесь, ждите следующую передачу «Универсальный формат», что и мы тоже для вас разыграем. Хорошо. Рассказываем о взрослых, о детях уже рассказали. Действительно, детская программа обширна очень, есть чем занять. Родители своих детишек. Что же для взрослых заготовлено? Так понимаю, что Екатерина сможет ответить на этот вопрос. Давайте. У нас в этом месяце уже вчера открылся кинофестиваль короткометражных фильмов. Это очень интересный фестиваль и интересен он тем, что на этом фестивале мы представляем короткометражные фильмы именно эксклюзивных российских художников и режиссеров. Эти работы были представлены на разных фестивалях, многие даже на Каннском. И, собственно, куратор Сергей Давыдов, который занимается этой программой, очень сочно и интересно рассказывает про каждый фильм. Возможно, проводит какие-то дискуссии по окончанию и разбирает их со зрителем. Это очень интересное мероприятие, которое я очень советую посетить для людей, которые любят кино, кинематограф, ну и также год кино. Мне кажется, люди должны приходить и смотреть. Где проходят показы? Ну, пока вы не ответили на этот вопрос, разрешите прямой звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы к нам с чем пожаловали? А я хотела ответить на вопрос. На вопрос. Ольга, ну, к сожалению, вас опередили. Вот только что Егор уже дал верный ответ. Поэтому ждите следующего выпуска программы «Универсальный формат». Ну или группа ВКонтакте, телеканал «Самара ГИС». Там разные розыгрыши тоже происходят, поэтому обращайтесь внимание. Быть может, у вас есть какой-то вопрос к нашим гостям? Или кому-то привет хотите передать? Ну или привет и передадите, может быть. Привет и привет. Я хочу передать школе, в которой учится мой сын, 139-й. Вот. Его одноклассникам. Вот какой интересный. Какой интересный у вас привет. Хорошо, обязательно передаем. Хорошо учится, надеюсь? Да. Уже каникулы или еще учится? Нет. Каникулы. Но дело в том, что они все равно еще встречаются. И закончился уже учебный процесс. Ну вот так вот. Но если они до сих пор встречаются, то, пожалуйста, быть может, в литературный музей заглянуть. Там очень много интересных программ для ребят. Я думаю, его возраста тоже, да, для школьников. Очень много интересных. Поэтому собрались все вместе, отправились покорять культурные места нашего города. Что ж, продолжаем разговор о кинопоказах. Где они организуются? Они проходят в Самарском литературном музее, на площадке усадьбы. То есть, если возникают какие-то вопросы, или люди теряются, мы всегда рады им помочь. То есть, да. Тут надо подчеркнуть, что это кинопоказы под открытым небом. Вот. Это самая красивая история. Если вы хотите побывать на почти ночной усадьбе, то есть кинопоказ начинается в 9 вечера, когда темнеет, заканчиваются фильмы достаточно поздно, 11, может быть, даже 12. Если вы хотите такое приключение пережить, да, побыть ночью в музее, то приходите. Под открытым небом. Ждем вас, да, под открытым небом. Очень романтичные обстановки, надо сказать. Так что все романтики, милости просим, будет интересно. Где можно ознакомиться с программой кинофестиваля? Я так понимаю, что это не один день, да? Да, это несколько дней. Можно ознакомиться с программой на нашем сайте или в нашей группе ВКонтакте, также в Инстаграме. Все это постоянно обновляется, пишется, и любой житель Самары может прийти и посмотреть. Ну, я так понимаю, что вчера уже, да, стартовал? Да, вчера стартовал. Как много желающих уже посмотреть фильм пришло? Ну, пока не очень много, но мы стараемся. Ну, это первый день, скажем так. Да, первый день, он всегда первый блин комом, поэтому стараемся. У них совсем ком, я так понимаю, подсказать. Просто дело в том, что у нас сейчас основная аудитория, да, у нее сессия студентов. Но, как показывает практика, июль, август всегда ходит очень много людей, поэтому мы им всегда рады. Олеся, то есть вы хотите сказать, что все равно студенты, так или иначе, молодежь обычная у нас культурная, да? Не старшее поколение, потому что я лично ожидала, что, допустим, на такие кинопоказы придет более старшее поколение. А тут все-таки студенты. Ну, мы рады всем, но, конечно, активная сейчас часть нашей аудитории, это молодежная аудитория, которая учится сейчас, дает сессии, готовится к экзаменам. Но, конечно, это кино будет интересно и более возрастной аудитории, потому что, как мы уже сказали, это такая подборка не просто развлекательного, но очень серьезного кинематографа. Угу. Кроме кинофестиваля, что-то еще есть для взрослой аудитории? Что ожидается? У нас будет музыкальный фестиваль «Инди Ривер» в середине июля, 16-го числа. Это уже, кстати говоря, у нас есть фотографии с прошлогоднего мероприятия. Да, сейчас наши режиссеры. Мы этот фестиваль организуем вместе с Никитой Маняевым, молодым человеком, который является поклонником инди-музыки. И он привозит замечательные коллективы, в том числе из других городов. И, конечно, наши самарские исполнители тоже всегда принимают участие в этой программе. Неужели, вот мы смотрим, да, это как раз прошлый фестиваль? Да. Но тут интересно то, что мы не только представляем инди-культуру, инди-музыку, но инди-культуру в целом. То есть это и одежда, и еда, и книги. То есть из-за того, что у нас усадьба достаточно большая и пространство позволяет, мы всегда делаем несколько площадок. То есть вот на газоне люди слушают музыку, там на другом соседнем газоне читают книжки, на площадке перед музеем можно купить какую-то модную майку или комикс. Неужели в Самаре так много людей и поклонников индийской культуры? Ну, это не индийская культура, это инди-музыка, это просто современное направление музыкальное. Это никак не связано с Индией, индейцами, Америкой или... Это музыкальное направление, наоборот, новый виток. Да. Хорошо. Какая же культура? Что же там интересует? Так, мы видим, что это что-то такое сладкое, нет? Или зрение меня обманывает? Конечно, и сладкое тоже. Ну, в целом, современная молодежная культура, она подразумевает не только увлечение какой-то узкой сферой, да, а это в целом стиль жизни. И мы показываем, да, и мы показываем то, как можно слушать музыку, какую еду можно есть, какую одежду носить. То есть это... 16 июля состоится сей событие. Да, в середине июля мы всех очень ждем. Как-то принять участие можно? Либо уже, ну, я имею в виду, помочь, быть может быть, может, что-то хочет исполнить. Либо уже с выступающими поставлена точка, все есть? Ну, во-первых, мы всегда очень рады волонтерам. Коллектив литературного музея, к сожалению, ограничен, событий очень много, поэтому, если вы хотите, там, юноши, девушки, взрослые, пенсионеры, если вы хотите как-то провести лето интересно, живо, поучаствовать в наших событиях и помочь нам, то приходите. Мы очень рады всем волонтерам. То есть стать организатором, не только участником, не только посмотреть, как со зрительского такого расстояния, но и вживиться, просто-напросто прочувствовать на себя всю атмосферу этого праздника, этого мероприятия. Да, можно просто окунуться, посмотреть на работу музея изнутри, может быть, кому-то интересно, я надеюсь, что многим. И, в принципе, у нас есть такая практика, у нас есть постоянные волонтеры, которые уже не на одном событии нам помогают, за что им большое спасибо, ребята, респект вам. Отлично, да, приветы передаем обязательно всем тем, кто помогает делать жизнь Самары более интересной. Ну, кипит, кипит у нас здесь летом всякие разные фестивали интересные. И вообще, места отдыха очень-очень много, как и для молодежи, так и для более старшего поколения. Так каким же должно быть место отдыха? Спросили мы у жителей нашего города. Вот какие ответы получили. Ну, это зависит от того, как ответственные люди за организацию досуга на набережной. Видят в своем понимании это. Пусть съездят, посмотрят в ту же самую Испанию, Германию. Ничего не надо выдумывать. Плачет славы. А чем тебе здесь нравится? Ну, хорошая дорога, кататься можно. Вот, тут клачки везде по Самаре. Ну, чтобы можно где-то там, ну, было бы немного прохлада, потому что для детей это нужно. Чтобы, ну, пусть будут какие-то напитки для детей, для взрослых, но безалкогольные. Ну, чтобы была вода, лес. Ну, что еще? Ну, вроде все. А такое место, ну, ну, у Севы. Есть хорошая трубаза там. Ну, у Севы, под Сызрами. Я в Самаре только в гостях. Я живу в Уфе. Ну, мне понравилось на набережной. Я вот прогуливалась по набережной. Мне понравилось. Ну, в принципе, мало. Ну, напоминает какой-то южный курортный город. Как будто бы очень много и с детьми гуляют, много молодежи на роликах там. Кто на чем. Я думаю, на хорошем уровне. Чисто, чтобы было, чтобы инфраструктура какая-то была, чтобы, ну, как-то обслуживание отдыхающих. Соответственно, даже медицинская помощь, по-моему, должна присутствовать. Ну, хотелось бы еще один аквапарк. Один маленький для нашего города. Ну, вот более-менее идеальная зона отдыха. Вот площадь Скуйбышева и сквер, которые там, где Санчо Панса и Дон Кихот. Набережная нет. Много курящих, много пьющих. Детям там делать нечего. Взрослым, в принципе, тоже. Сколько людей, столько и мнений. Действительно, кто-то любит какие-то места Самары, кто-то, быть может, за что-то недолюбливает. Ну, вот лично я, к примеру, набережную обожаю нашего города. Да, это действительно место того, где можно погулять, походить. Ну, каждый видит какие-то недостатки, быть может. Хорошо. Еще одно место отдыха – это, конечно, литературный музей, потому что рассказали нам очень много интересного девушки. Да и просто походить, погулять – там такая красота. Кроме того, у нас не курят, не выпивают. Поэтому все вот эти опасения прекрасной женщины, которая только что рассказала свое мнение, пожалуйста, приходите к нам. Хорошо. За здоровым образом жизни и за культурным обогащением, так или иначе. Не только, да, фестивали, которые мы уже рассказали, пройдут у вас с вашим участием, с вашей помощью в нашем городе. Тут мне за эфиром сказали, что будет еще фестиваль, посвященный Маяковскому. Расскажите, пожалуйста, что это за фестиваль, когда, какая программа? Да. Фестиваль будет в августе. И Маяковский – это такая фигура, очень любимая сейчас многими. И в том числе, вот, той самой молодежной аудитории, он всегда очень близок, оказывается, людям. Притом, потому что молодежь, наверное, каждого года, да, любого года, любого времени, а молодежь его любит. Это авангард, это такое прямое, резкое высказывание, это красивые образы в творчестве. И Маяковского мы представим с разных сторон. Соответственно, будет не только его поэзия звучать, что, конечно же, будет. И тут мы тоже надеемся на команду поэтической мастерской, которая у нас в библиотеке детской и юношеской работает. Также обязательно будет рассмотрено его творчество как драматурга. У нас уже стали традиционными читки современной драматургии, а тут мы организуем читки произведений Маяковского с профессиональными актерами обязательно. И можно будет посмотреть также его фильмы, в которых он так или иначе принимал участие при их создании. То есть мы осветим его творчество с разными аспектами. И очень ждем тоже наших посетителей, чтобы они оценили фестиваль. В августе. Так я понимаю, что время еще будет. Всякие разные дополнительные информации. Опять же, отправляем на сайт, на другие источники, в социальные сети. Там вся программа, все фестивали. Очень доступно написано для ваших читателей, для ваших, я имею в виду, читателей ваших социальных сетей. Все очень доступно написано, видно, понятно, во сколько, где, почему. Поэтому следите за новостями, как говорится, следите за афишами. Так, Маяковский есть. Ну и еще припасено у меня такое очень интересное мероприятие, как «Яблочный день». Что это за день? Когда он состоится? Потому что уже, ну, сегодняки текут, когда называешь, буквально только произносишь только название этого мероприятия. Кто расскажет нам об этом? Да, я могу рассказать вам. Это мероприятие, можно сказать, что это будет граница летнего сезона, когда мы будем закрывать летний сезон. Он будет проводиться у нас 20 августа. Мы выбрали этот день, потому что все еще будут отдыхать, дети. Все, кто был в отпусках, все приедут уже. И мы будем всех ждать на данном мероприятии. Мы как раз видим фотографии с прошлого года, я так понимаю, да? Да, это мероприятие проходило в прошлом году. У нас было очень много посетителей. И я бы хотела сказать, что наш музей, наша усадьба, она создает такую атмосферу, семейную атмосферу. Так как Алексей Толстой жил здесь в свое детство и со своей семьей, и все равно какой-то отпечаток, наверное, этого присутствует. И когда приходят к нам семьями, и даже глаз радуется, и всегда мы в этот день устраиваем разные мастер-классы, связанные так или иначе с яблоками, делаем яблочные открытки со стихами, варим варенье, которым мы можем угощать всех, и так бы подводим черту. То есть это такой же праздник, который сохранился, испокон веков передается. Это же традиция наша, то, что в августе мы подводим итог, да, летом мы собираем плоды, да, и подводим итог лета, да, готовимся к осени. Это мероприятие в какой раз проходит уже? Ну, в третий. В третий раз. Но я так понимаю, что это уже добрая традиция, постепенно точно станет. Конец августа как раз, да, ожидаем тогда. Дети и взрослые, хоть мне и сказали изначально, что это детское мероприятие, но мне кажется, опять же здесь. Конечно, приходят семьи. Это семейная аудитория наша, которая посещает усадьбу, и тут я хотела еще добавить, что у нас вот вокруг усадьбы сложилась вот эта атмосфера традиционного такого семейного уюта, и поэтому мы много работаем с детьми, много работаем с семьями. Но у нас есть еще и другая площадка, которая выглядит более авангардно, это Куйбышево-113. Так относительно новая, да? Да, на улице Куйбышева, вот недалеко от Кирхи Розовой, приходите, посещение Куйбышево и Некрасовской. И там вот этим летом у нас работают вместе с нами современные художники, и мы открываем выставки современного искусства. В данный момент там еще с мая функционирует, работает выставка Олега Елагина «Дополнительность», в которой он проблематизирует понятие дополненной реальности, приложения, то есть и мобильного приложения, и приложения как дополнения, то есть это такая медиа-работа. И вот уже в эту субботу будет открываться выставка «Симбиотичность» Тольяттинского художника, который выступает под псевдонимом Константин Николаевич, и там он будет размышлять над тем, как высокие технологии сейчас сплетаются с органикой, да? С природой, с витальностью, с живым, и вот на этой границе живого и цифрового он и работает, поэтому будет несколько интересных инсталляций, будет концерт, потому что он также является музыкантом, и видео-арт, который он делает совместно с нашим самарским поэтом Кириллом Мироновым. — Приглашайте еще раз, когда, где? — В субботу в 18.00, Куйбышево 113, приходите, очень ждем. — Вот такое, да, интересное разноплановое мероприятие, пожалуйста, либо в Усальбу, где можно отдохнуть и культурно подпитаться, и просто отдохнуть, как-то выдохнуть на природе, вот, и, пожалуйста, еще один адрес действующий для Литературного музея. — Так, я знаю то, что в Литературном музее очень часто детки празднуют свои дни рождения, так? — Да. — Есть такое? — Рассказывайте, пожалуйста, про эту тенденцию вообще, как, собственно говоря, не знаю, записаться, как попасть, просто прийти и сказать, у меня сегодня день рождения, пожалуйста, что-нибудь сделайте такое интересное, где моя шапочка именинника. Как обстоят дела с этим? — Да, мы проводим день рождения на основе нашей постоянной экспозиции «Приключения Буратино» или «Золотой ключик», и мы ждем каждого именинника. Предварительно нужно, конечно, записаться, выбрать удобное время для именинника и для музея, и вы можете собрать свою компанию вместе с друзьями, прийти к нам на день рождения. Интересно то, что в этом день рождения участвуют все, то есть и именинник, и его гости могут испытать такие же чувства, как и Буратино, когда он проходил все свои приключения. Мы прыгаем по лотам, всем детям это очень нравится, это самое любимое их. Мы танцуем на сцене, устраиваем свой собственный спектакль. Также мы играем в перчаточные куклы, то есть показываем тоже свои, поем песни для именинника, играем в разные игры, и в конце мы весело поздравляем именинника, желаем его всего самого счастливого и ждем снова в наш музей. Какой-то праздничный торт, наверное, и так далее, да, все это есть. Опять же, если захочет именинник, может сейчас модная тенденция отказываться от сладкого, поэтому кто же знает. Хорошо, то есть дорогие взрослые, если опять же в летний период, ну не только в летний, я так понимаю, круглогодичный, все это действует. Если скоро у вашего замечательного ребенка состоится праздничное событие, день рождения, знайте, где можно его весело и с пользой провести. Мало того, что весело для него, но еще и весело для всех его гостей. Надо вот подумать, я так понимаю, да, где-то, где-то поразмыслить, где-то интеллект свой показать, но все это проходит обычно на ура, да? Конечно. Верно? Не зря говорю, не просто так нахваливаю же. Все верно. Так, ну я еще немножечко проанонсирую мероприятие, которое состоится совсем скоро, да, опять же в свою шпаргалочку загляну. 27 июня вечер современной драматургии у вас, да, состоится, все верно. 30 июня лекция «Ленин и Горький». Не знаю, как это все будет проходить, но я думаю, тоже что-то очень интересное. У меня Горький еще один персонаж нашего литературного музея. Мы же имени Горького. Это не случайно. Это целый цикл, так понимаю, да, лекций? Да. Целый цикл лекций, но вот возраст указывают здесь организаторы, то, что будет интересно с 16 лет. Будет интересно, поэтому приходите, если вы любите историю в хорошем, интересном преподношении, да, то, пожалуйста, думаю, вам это событие будет интересно. Кроме того, вечер современной драматургии тоже 16 лет, всех желающих ждут. Если любители вы драматургии, пожалуйста, приходите, там что-то будет заготовлено для вас тоже интересно. Все карты не буду раскрывать, да. Ну, я так понимаю, что еще традиционно есть экскурсии, потому что какой же музей без экскурсий? Расскажите, пожалуйста, о экскурсиях, которые сейчас действуют. У нас работает сразу несколько выставок и для детей, и для взрослых. Про детские мы немножко поговорили. Это экскурсия по выставке «Приключения с Буратино», но также у нас есть еще выставка «Жили-были царь с царицей», посвященная русским народным сказкам в обработке Алексея Толстого. И там, в ходе этой экскурсии, ребята узнают, как вообще работает сказка, какие механизмы действуют на ее сюжет, как он развивается, почему герой делает тот или иной выбор и как сделать правильный выбор. То есть, в принципе, это такая выставка почти про жизнь. Также, разумеется, у нас есть основная наша экспозиция, посвященная жизни и творчеству Алексея Толстого. По ней мы вводим разные экскурсии от такой традиционной обзорной до тематических. Например, «Художника власть», в ходе которой мы рассказываем про взаимоотношения Алексея Толстого и Сталина, Ленина, его взаимоотношения там со властью еще дореволюционной. То есть, вот такой проблемный аспект берем. Есть и более романтическая экскурсия по этой экспозиции про женщин в жизни Алексея Толстого. Как известно, у него было четыре спутницы по течению жизни, и какие они были, и тонкости их взаимоотношений. Тоже наши сотрудники вам обязательно расскажут про все это. Также именно летом можно заказать чай пить на усадьбе. Это такая приятная опция в наших беседках. Нальем чай, расскажем про то, как в этой усадьбе жил Алексей Толстой со своими родителями, и как вообще устроено самарской усадьбам. И наша относительно новая в прошлом году открывшаяся экспозиция, посвященная Максиму Горькому в Самаре, называется выставка «Воображаемая квартира Алексея Пешкова». Известная его настоящая имя и фамилия в Самаре, где рассказывается про то, как тут у нас жил Максим Горький, и как он стал здесь довольно известным журналистом, потому что вообще всегда он любил повторять, как писатель я родился в Самаре. Вот про этот период, про его журналистскую деятельность и про его первые художественные произведения, которые он тут написал. Хорошо, вот я еще нашла как раз… Так, нет, все сказали, действительно, даже в свою шпаргалочку не могу посмотреть, все сказали. Ну, вы-то лучше знаете, чем я, потому что я просто заклянула, опять же, к вам на страничку в социальную сеть, где нашла всю программу. Так, еще у нас есть очень интересная папка с фотографиями, которая касается мастер-классов. Так или иначе, какие-то мастер-классы проводятся, про какие-то мы уже сказали, которые ожидают нас, как раз называется «Мы ответить за тех, кого приручили», но еще различные были. Можете как-то, не знаю, быть может, по фотографиям нам рассказать, какие интересные еще события были связаны именно с творчеством? Конечно. Конечно сможете. Давайте, Анна. Здесь у нас представлен мастер-класс по декупажу. То есть мы показываем технику, как это делается. И что самое интересное, в нашем музее мы работаем с разными возрастными категориями, то есть на этот мастер-класс к нам пришли как и дети, так и взрослые. И всем было одинаково интересно почувствовать себя художниками. На этой фотографии вы видите, как на яблочном дне мы делаем разных кукол. Это тоже у нас декупаж. Он захватил всех, про нас даже написали в газете. Что приобщает к такому искусству, так понимаю. Все были в восторге. Их военное детство. Вот сейчас, как раз видели, тоже ближайший мастер-класс, который игроквест пройдет. Тоже. Да, это у нас в прошлом году было аналогичное мероприятие. У нас действовала выставка, посвященная Великой Отечественной войне, «Толовое детство», про детишек в Куйбышеве. И к этой выставке был приурочен такой квест. А сейчас это просто как самостоятельная программа, которую можно посетить. Которую можно посетить, да, дети. Но опять же напоминаю, что необходимо записаться на квест-игру, да, необходимо записаться, чтобы организаторы понимали, сколько человек будет принимать участие. Ну и как вообще им все это проводить. Так, у нас остается буквально минута до конца эфира. Да, у вас возможность еще раз пригласить всех ваших, как назвать это даже, не читателей, посетителей, посетителей, всех ваших посетителей. Екатерина, быть может, вы возьмете на себя это слово? Да, конечно. Мы ждем всех жителей Самары и Самарской области к нам в гости на усадьбу. Мы работаем каждый день с 10 до 6, в четверг с 12 до 8, понедельник, выходной. Также вы можете почитать о всех наших экскурсиях на нашем сайте и социальных сетях. И не забывайте, что каждый четверг четный у нас в 19.00 есть бесплатный экскурсовод. Вот так вот, дорогие телезрители. Спасибо вам большое, что были у нас сегодня в эфире. Ну, по крайней мере, мне. Вы программу на лето уж точно-точно задали. Не знаю, куда отправиться в первую очередь, но, наверное, буду так вот по списку, который сегодня рассказывали. Очень много интересных фестивалей. И спасибо вам, что их организовываете. Благодаря, наверное, таким людям, благодаря таким организациям, как Литературный музей, в частности, да, и вообще другие представители. Наша самарская жизнь очень-очень интересная, разнообразная. Что ж, дорогие телезрители, с вами я прощаюсь, но ненадолго, каждый вторник и четверг в 13.10. Универсальный формат. Смотрите нас. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!